Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл нашей передачи о героическом выпуске хороцкого народа монахи. В предыдущей передаче я вам рассказывал о том, что на основе варианта сказителя монахи Сагумая Рыбакова написан пятитонный роман «Розия и монах» на хороцком языке. Вот эти книги перед вами лежат. Эти книги я провел через экспертизу Академии образования, Приминистерской образования. И они в настоящий момент, все эти пять книг, включены в школьную программу по хороцкой литературе в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эпоса МОНАСА. Для того, чтобы школьникам было легче изучить эпос, я также разработал две рабочие тетради для восьмых и одиннадцатых классов, которые также по решениям ученого совета Академии образования начали школьную программу. В настоящее время я работаю над второй частью треногии МОНАСС «Симметрия». Мною закончил первый том романа, и сейчас идет работа над второй частью. Для того, чтобы еще больше популяризировать МОНАСС, я все эти пять томов своего романа перевел на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos.fanas.com Кто хочет, тот может приобрести там мои произведения. Кроме этого, сейчас я выпускаю видеоролики на королевском и русском языках, где читаю отрывки из своих произведений. Мои видеоролики на русском языке в настоящее время сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Это значит, что теперь любой житель нашей планеты может познакомиться с эпосом МОНАСС и моим романом о своем родном языке, или языке наиболее понятным ему. Поэтому у меня к вам просьба. Сообщите об этих видеороликах наших вашим родственникам, друзьям, знакомым, близким, проживающим в странах, людьям, идеальным зарубежам. Тем самым внесет свой вклад в дело распространения и популяризации эпоса МОНАСС. Вот это все, что я хотел вкратце вам рассказать об эпосе. А теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Тяжко вздохнув, МОНАСС вспомнил о тяжелом положении народа. Мы находимся в окружении злобных врагов, подумал богатый. В этих случаях, если не будешь осторожен и не предпримешь необходимых мер защиты, можешь стать их жертвой. Если придет Алмамбет, он взвалит на себя одну из этих двух обязанностей. И тогда мы с ним вдвоем приступим к выполнению огромных задач. Предаваясь таким сладким мыслям, монастыру по врачам. Кстати, подумал, почему о тяжелом не сказал, когда придет Алмамбет? Огорченный монаст через некоторое слово влубнулся. Нет, он сказал и об этом, вспомнил он. Алмамбет, обидевшись, ушел. Вот Кокчево, вот нас до Казаха немало расстояния. И если Алмамбет едет верхом, он будет добираться до нас минимум два месяца. А если идет пешком, ему понадобится еще больше времени. Поэтому нагрустит пение. До чего-то надо предпринять все необходимые меры для достойной встречи Алмамбета. Глава одиннадцатая, как монаст со своими сорока витязями, вышел на охоту. Незаметно прошло время, и наступили осенние месяцы. В волю воспользовавшись паспищем, довольные кордоны спустились на зимовье. В штаб дожидаться прихода Алмамбета монаш в четверг рано утром отправил шестерых гонцов к воинам, расположившимся вдали от него. Выстрелили без открытия. Он позвал к себе сорок витязей. Немного погодя, ему со всех сторон подъехали витязи во главе с Бахаем. «К чему повелите?» – вызвал нас, – спросил право. «Жигиты, – произнес на нас, – вы получили какую-нибудь прибыль в ездильниче в течение пяти месяцев?» «Нет», – ответил Бакарин. «Правильно. Мы никуда не выходили, никуда не ездили, сидели среди баб, слушая их, кудахтали». «Верно», – рассмеялся Крова. «Это не дело мужика. Как я посчитал, мы уже в течение шести лет не сделали ни шагу взаимого. В результате наше оружие покрылось жарчиной. А за это время жеребята выросли и стали жирными конями». «Правильно, – расхватался Крова». Кроны эту из-за безделья мы отвыкли от своих скакунов. «Может быть, нам стоит развлечься, чем лежать дома?» «Чем образом?» – проинтересовал Жмакарин. «Какое тебе есть предложение? Давайте отправимся на охоту. Пойдем искать оленей, поохотимся, побродим среди непроходимых великих гор, постреляем архаров, горных баранов и от души повеселимся. Выйдя в степь, от души выспимся, не разуваясь, как раньше. Было бы здорово, если мы отправились на охоту. Задумчиво произнес Крова. Лежа дома, мы все очень соскучились по еде с походного кокла. И я соскучился по ней. Поскитаемся между Анжаном и Алаем, отведаем такой еды и волю насладимся. Что вы на это скажете? «Мы согласны», нам надоело лежать дома. Сколько вам времени понадобится, чтобы подготовиться для охоты? «Никакого времени не надо», весело произнес Крова. На случай внезапного начала войны, чтобы не оплощать, мы все привязали скакунов, повесив им на шею талисманы из золота. В таком случае приготовьтесь, выйдите завтра на охоту на алкоманду монасты. На следующий день, когда рассвело, оседла в коне, взяв боеприпасы, монасты, 400 джигитов, правильный шкурс. Они два дня охотились на оленей в Тегине в начале Бадана, убили 12 оленей, 5 маралов и сиелий. После этого жертвы от хоргазов стали 54 черных, как смоль, горных баранов, 7 медведиц, 8 тигров, рысь, шакалы, кривошеи и верблюд. С тех пор та местность стала называться Кара-кулза. Продолжив поход, витязи поохотились в Валах-Друху, учташи, Саян-Джай-Лаке и Ара-куле. Спустившись по Ара-тузу, ежедневно оцелели в оленя. За 15 дней, преодолевшим Чанач, они достигли местности Отолока. Восхищенными замечательными холмами, болотами, безбойными летающими гусями, стекающими с разных сторон многочисленными родниками. Охотники обратили свое взор взор в сторону джитигена. Увидели, что он состоит из невысоких холмов. Оказывается, калмаки назвали долину Бухтулоком, расхохотался монос. Праздним его и назовем долину по-другому жрита. У кого есть приложение по переименованию этой местности, где посередине расположена долина, многочисленные речки, очень удобные для выпуска скота, горы, мужчины. Пускай место спредь будет называться Таласом, а ее хозяином будет Манас. Громко крикнул приподнявшись с седла Макая. Макая верна, говорит, осмирает седла. Прекрасное имя Талас. Поддерживай его. То место, где богатыр кушев привязал флаг, зарезал серую крабуру, а затем нашел с покаянием Манас, с сих пор называясь разливом Буто Мойнука. Джигиты отдохнули на разливе шесть дней. На седьмой день перед отъездом монаст вторая наутро и от скупки стал разглядывать лежавшую перед ним широкую зеленую долину чумную. Перед ним лежала золотистая равнина, где случайно залетевший черный гриф торопливо стал вылетать во своей оси из-за кресовшего горла. И не было ни одной горы, ни комка снега, ни каких-либо городов. Удивившись, что в долине многочисленной магазине спокойно пасутся крупцы, богатыр восхитился про себя. Прекрасное место, подумал у нас. Талазь из-за вели водится птицы и вручьях. Здесь такая густая растительность, что хватит для прокорма любой скотины. Кто приедет сюда, сумеет без труда разбогатить, собрав в жирность обильный коров, не будет жить припевающе. Если посмотреть в сторону и чует, то не видишь ни городов, ни гор, ни снега. А осталась успокой дорогой козелью, как будто в жизни не видит человек. Можно спокойно пересстрелять их, если нам понадобится мясо. Глава двенадцатая Встреча богатыря Алмаммета с Манасом. Потеряв лучшего друга кокчева, Алмамес с болью в сердце покинул казах, направившись назад. Он прошел длинный путь и очень устал. Алмамес шел днем и ночью и давая себе ни малейшего отдыха, хотя у него болело все тело и горло пересохло от жажды. По дороге Алмаммед, которая потрескала сглуба, живот сводила от голода и глаза потухли, зашел полное уныло. Казахи, которым я верил, своим родным братьям, показали мне куськову мать вот подумала. Куда идти? Неужели мне сужину погибнет эта бескрайняя степень в холодной пустыне? Петная моя голова, куда пытаться? О, Боже, даруй мне спокойную смерть, не оставляй меня на сиденье диким зверям и хищным птицам. Если я сейчас ослаблю, свалюсь, рядом нет никого, чтобы справиться во мне. У меня нет ни брата, ни детей. Ежели я погибну, никто не пожалеет об этом. Не дай мне подохнуть посходи пустынной степи Боженко. От жалости к себе богатыря из глаз произнули горькие сливы. Через несколько дней, проделав немалый путь, а в момент настиг подножия высокая гора. Я с трудом одолел безводную степь, а теперь передо мной встала преграда в виде огромной горы. Печально подумал, когда я преодолел его известно одному богу. Тяжело вдохнув, Алманбет стал отдохнуть своему коню. Затем он снова вышел в путь, вечером достиг вершины веры. Переночую здесь, решил угадить, что толку, если погиб он ночь, сорвавшись во брыж. Установив шатер привязанных лошади, Алманбет заночевал там. На следую позавтра он медленно стал скататься с вершины. Через некоторое время спуск закончился. Узкая тропинка разделилась на три стороны. Не зная, что делать, богатер остановился. Вокруг не было никого, кого можно было спросить дорогу. Вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч. !